Книга «Открытым оком» 8 том. Тема монашества. Вопрос 2200. «Всегда ли было так скудно и трудно в монастырях, как по древним уставам их?» Отвечает Игнатий Тихонич Лапкин. «Многое зависело от настоятелей, как они повернут, так и будут петь или стонать подвластные». Вот как на себе уже в первой половине XIX века испытал Игнатий Примчининов. Том 1. Страница 29. Между строителем пустыни иеромонахом Маркелом и старцем-отцом Леонидом возникли неудовольствия, вынудившие последнего оставить Площанскую пустынь и переселиться в скит-опкинской в Веденской пустыне. Примчининов и Чихачев получили приказание немедленно выбыть из обители и отправиться в кавычках куда угодно. Дав им на дорогу пять рублей, собранных складчиной, пребывание их в Опкиной пустыне было не таково, как в Площанской. Настоятель смотрел на них неблагосклонно. Братья относились не совсем доверчиво. Приходилось много скорбеть им при уединенном образе жизни. Сама пища монастырьская, приправленная постным маслом дурного качества, вредно действовал на слабый болезненный организм Димитрия. Они решили сами для себя приготовлять пищу с немалым трудом. Выпрашивали круп или картофеля и варили похлебку в своей келье. Ножом служил им топор. Сперва пострадал Дим, так что не мог держаться на ногах, но вскоре свалился и Чичачев, пораженный лихорадкой. За ним ухаживал Дим, но тут же сам падал от конечного изнеможения. Страница 47 особенно помогала деятельности настоятеля, его умение выбирать людей и его знание сердца человеческого, которым он умел привязывать людей к делу им доверенному. Он искал развить в человеке преданность поручаемому ему делу и поощрял ее одобрениями и даже наградами и повышениями.